Всем привет ребят! В данном видео я расскажу вам про топ 5 саппортов патча 7.33, которых тебе точно стоит попробовать. Приятного просмотра ролика! Перед самим топом хочется сказать, что все мнение основано исключительно на моем в первом впечатлении от патча. Именно поэтому мне было бы интересно узнать ваш топ в комментариях. Ну и да, номер персонажа в топе никак не влияет на его эффективность. Каждый персонаж хорош по-своему, у каждого свои фишки, сильные и слабые стороны. Ну что ж, мы начнем. Привет! Гайды, анонсы стримов, лайф видео, ставки и прочие ИРЛ события. Все это вы можете найти в телеграме по ссылке в описании. Приглашаю вас присоединиться к нам. Приятного просмотра ролика. Первый саппорт патча, который лично мне пришел в голову, и я его буду тренировать 100% это оракл. Раньше, чтобы хорошо сыграть на оракле, нужно было всегда думать, кому нельзя было кинуть Федедикт в драке, а кому нужно или можно. Я уверен, у многих игроков на оракле часто бывало такое, что союзник жмет сатаник, а ты ему в этот момент кидаешь второй скилл, и он не может бить и умирает. Раньше заруинить на оракле было много проще, чем сделать полезное действие. Да и вещи раньше было также покупать намного сложнее. И из-за этого ты до конца игры бегал с голым сапогом, может быть когда-нибудь покупал блинк, и в принципе твой импакт заключался просто в том, чтобы нажать в кого-то ульту. Сейчас же он такой же слабый на лайне, но при всем прочем, сейчас у тебя есть вариант альтернативного камбэка, как тебе играть после потенциально проигранного лайна. Что тебе нужно делать? Все крайне просто. Обязательно покупай шард с первых денег. Раньше я мечтал об этой способности, она нереально эффективная, очень удобная в скилле, и сама по себе выглядит крайне красиво. Но если убрать ее визуальные черты, то она хилит какие-то космические цифры урона, и еще также дамажит врагов. Раньше этот скилл стоил 4200, сейчас он может купить каждый по цене шарда. Раньше, чтобы на урокле быть эффективным, все использовали атакующий паттерн игры, где ты кидал врага первый, и во время полета первого накидывал третий, еще раз третий, пытался дамажить, и как правило тебя просто убивали. Сейчас же я рекомендую вам использовать роль хилера из MMORPG. То есть ты стоишь сзади, кидаешь союзника второй скилл, особенно если их бьет магией, и жмешь в них третий скилл, который будет хилить своих союзников. А если же у врага есть герой, который бьет с руки, ты можешь не стесняться кинуть в него второй скилл. Раньше, когда ты кидал во врага второй скилл, ты мог спасти его от получения магического урона, сейчас же такой проблемы нет. По шмоткам тут тоже все очень просто. На лайне первым слотом рашим урну, затем покупаем себе сапог, холи локет, постоянно возим себе фласки, а если выпала лопата, так еще лучше. Почему урна? Потому что урна нынче заряжается после вашей смерти, соответственно ты на урокле всегда будешь иметь заряд. Килищая комбинация на урокле выглядит крайне просто. Кидаешь союзника ульту, затем сразу же кидаешь урну, которая к слову не сбивается во время ульты. Фласку, второй скилл и несколько раз третий. Абсолютно любой герой выживает в такой комбинации. Вы спасаете человека из самой нереальной ситуации. Как вы можете понять, все супер просто и очень полезен и эффективен. Я советую попробовать поиграть на оракле. Второй герой по счету, но не по значению, это аппарат. Абсолютно антагонист оракла. Если ты на оракле хочешь хилить, то на аппарате ты хочешь полностью отключить этот хил. Почему именно аппарат в этом патче? Ну, во-первых, герой будет контрить всю мету с хилом, которая, я уверен, не заставит себя долго ждать. Во-вторых, у героя убрали старый, очень сильный шард. Вы скажете, блин, наверное, в нем не стоит играть, но нет. Этот шард вставили бесплатно во второй скил. Вам теперь не нужно покупать шард, чтобы отпушивать лайна. Теперь ты можешь фармить на аппарате без обложений. Тебе этого мало? Как тебе станут твои ульты с помощью шарда? Или может быть тебе мало выхода в лейд через агонимый муншард? В общем, герой сказка. Отлично отпушивает лайны. Может целить игры. Контрит большую часть мет. Я обязательно добавлю его в свой пул. И, кстати, сборки на всех героев будут в описании. Советую заценить. И думаю, вы помните, что я только что говорил про урну, которая стала сильнее. И уверен, что всем в голову сразу же пришел герой, кроме оракла. Это мой любимый висп. В старые добрые времена висп играл через быстрый боттл, урну, мекку, стики. И просто бегал рядом и хилил. Сейчас висп просто покупает мекку и выглядит, как эта присоска бесполезная. Так вот, урна, лотусы, которые можно выловить в речке, догон, мекка, стики. Это все нынче вас хилят. И, соответственно, хилят вашего союзника ровно с такой же силой. Догончик на виспа, новая мета. Я обязательно попробую сам, ну и вам советую попробовать так же. А если идти дальше по стезе хила, то в орлоку очень апнули талантный хил на 15 уровне. Теперь, с холилокетом, ты можешь хилить какие-то космические цифры здоровья. И также у вас никуда не ушел потенциал быть полноценным керри в лейте через спам третьего скилла. Нынче третий скил шардом призывает бесиков. Они, в свою очередь, под бафом от таланта на 15, если вдруг вы не хотите хилить, наносят какие-то нереальные цифры дэмэджа. В общем, орлок раньше был в моем сердечке, а сейчас он нереально метовый. Обязательно пробуйте, пока его не пофиксили. Ну и закрывает наш топ. Вполнение очевидной героя на позицию саппорта это алхимик. Какое-то время назад, примерно полгода, я уже записывал гайд на пятерку алхимика через спам колбы на лайне. Но со временем как-то понял, что герой проседает в мидгейме из-за того, что ты поздно берешь монетку. Ну и, соответственно, клыту от него из-за этого тоже толку очень мало. Сейчас карта стала больше, мс ночью выше. И самое важное, монетка стала встроенной способностью алхимика. Я считаю, что это лучшее время, чтобы попробовать его поспамить. Как я вижу геймплей на алхимике. На первом берем колбу и по кд из леса сбрасываем его врага. Не забывайте давать несколько ударов после сброшенной колбы. Всегда делаем акцент на руны баунти. Ну и за счет них постоянно не упадаем по нетворцу в игре, ведь мы алхимик. Дальше мы покупаем очень легкую дефолтную дешевую медальку, которую также апнули в этом патче. А дальше мы просто будем развивать союзникам агонимы, кидать шардовый скилл союзников. У алхимика отличный лайнинг, у него отличный фарм в мидгейме за счет баунти рун. Нереальная эффективность в талантах. Каждый талант бафует алхимика просто в каких нереальных количествах. У алхимика есть единственный минус. Он персонажа ближнего боя. Но я не думаю, что это слишком плохо для саппорта. Вот такой-то у меня получился топ-5 героев. Если вам понравилось, пишите в комменты, какой топ-5 еще записать. А может быть не топ-5, может еще какие-то топы. И пишите, соответственно, ваши топы в комментарии. Был рад записать у вас видео. Всем удача, всем пока. Увидимся завтра в 19.00.